За героизм и мужество при отражении атаки противника глава Минобороны представил государственным наградам экипаж российского танка. Того самого, который вместе с артиллеристами разгромил колонну вражеских боевых машин на Запорожском направлении. Это первое интервью танкистов после того сражения. Видео только посмотрели позавчера, только увидели сам. Сам удивился, что там было. А так внутри вообще по-другому было. Как это было внутри? Внутри как жарко просто, как в танке. Экипаж танка Т-80 не просто принял бой, но и доказал. И один в поле воин. Сражение в Запорожской области, о котором стало известно на днях, произошло еще в начале лета. Тогда в ВСУ делали первые попытки так называемого контрнаступления. Поступила команда зачистить поселок Новодаровка. Уже в процессе зачистки поступила команда отразить атаку противника, имеется ввиду техники. Подошла техника. Сколько именно техники мы не видели на тот момент, нам просто сказали техника противника. А Леша, как выяснилось, не имя кого-то из экипажа, а условное обозначение танка на поле боя. Настоящие же имена героев пока не раскрываются. Можно лишь сказать, что они уже опытные военные, которые по зову сердца пошли защищать родину. Экипаж из разных регионов России. Дальнего Востока, Саха-Якутии и Татарстана. Поэтому и приветы бойцы передают на родных языках. Сразу после первого в своей жизни интервью экипаж будет выполнять более привычную работу, боевую. Алексей Иванов, Сергей Кузнецов, Андрей Колобаев. Первый канал. Запорожская область.